Первый в крае. Что осветил митрополит? Красиво внятно говорить. Курсы для мирян открылись в семинарии. Как быть, если приснился усопший? Ответы на народные вопросы в рубрике «Народный вопрос». Первый в крае автопоезд здоровья осветил митрополит Артемий. Это передвижной медицинский комплекс. В нем путешествовать по отдаленным населенным пунктам будет бригады специалистов. Среди них терапевт, педиатр, кушер-гинеколог, невролог, офтальмолог. На борту находится современное оборудование – стоматологическое, аппарат УЗИ, флюорограф, маммограф. Это аппарат ЭКГ. Здесь же будет проводиться осмотр холстных специалистов. То есть ЭКГ лёжа или лёжа. Здесь будет проводить осмотр врачей неврологии. Всё это предназначено для того, чтобы обеспечить раннюю диагностику, профилактику, скорректировать своё время лечения, прилиться с показаниями для дальнейшей тактики и возможной госпитализации, если это будет необходимо. Ну и, безусловно, мы преследуем свою целью, в том числе и минимизировать, скажем так, возможные упущенные случаи при онкологических заболеваниях. Автопоезд сможет добраться туда, куда не ходят поезда. Камазы пройдут и по плохим дорогам. Проект возник по инициативе исполняющего обязанности губернатора края Михаила Дегтярёва. По его словам, первое, на что жалуются люди в глубинке – на качество медицинской помощи. Они хотят иметь равные возможности с горожанами. Хочу благословить икону Пресвятой Богородицы, чтобы она вместе с вами была в поездке, чтобы благословляла и помогала вам всем. В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Примените эту икону и Божьей помощи. Сына и Святаго Духа. Продолжение следует... Продолжение следует... Устроились очереди. Бригады собираются принимать по 300 человек в день, проводить такое же количество исследований. А еще по желанию ставить людям прививки от коронавируса. Запас вакцины есть. Прививку сделаю. Хочу увидеть наконец-то правнуков. Пандемия началась, они родились, я еще их не видела. Удобно, когда приезжают в лабораторию. Делаем вдох и не дышать. Дышим. Автопоезд будет курсировать по краю в течение года. За первый месяц он должен посетить 19 населенных пунктов. На прием попадут люди в селах, где нет ни амбулатории, ни фельдшера. Кстати, оказывать намерены помощь и духовную. В состав бригады входит священнослужитель. С ним смогут пообщаться жители мест, в которых батюшек видят нечасто. Прийти на службу подготовленным. Библейский клуб открылся в Спасо-Преображенском соборе. Большинство встреч проходят онлайн. Благодаря этому общаться могут родители маленьких детей и люди, которым не здоровится. Что особенного в объединении. Выходим в эфир, да? Мы сейчас выходим, мы сейчас все выйдем, потому что он меня уже предупредил по времени. И заново зайдем, и вы тоже, да? Так, давайте. Все, хорошо. В пятницу к 7 часам вечера настоятель главного храма края приходит в свой кабинет и включает телефон. Он видит и слышит других участников встречи. Вместе им предстоит поговорить об отрывке из Евангелия, который православный мир услышит на воскресной службе. А он о мытаре, можно сказать, коррупционере тех времен и фарисее, книжнике. Фарисей молился сам себе так. Боже, благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики. Если где-то в своих глазах начинаю возвышаться над кем-то, а каким образом это происходит? Ну, наверное, через... Когда осуждаешь кого-то, ну, если я осуждаю кого-то, значит, я, наверное, возвышаю себя. В Евангелии, когда так вот, таким образом считается, у нас первая часть – это, так я скажу, это осознание того, как это Евангелие, как этот отрывок отзывается именно в моей душе. Потом вторая часть – это же, что непонятно в Евангелии, мы начинаем уже с Святых Отцов, что нам непонятно. Я тоже по такому принципу жила. Делаю добро, я кидаю в воду, а все равно иногда проскальзывает, вот хочется услышать какую-то похвалу. Ну, подсознанием это вот, это тоже же гордыня. Опыт подобных встреч отец Георгий Севков перенял у представителей Санкт-Петербургской епархии. Теперь отрывки из Евангелия обсуждают таким образом с прихожанами каждую неделю. Это позволяет людям не только лучше понять службу, но и узнать друг друга. Тем более, что в Дни церковных торжеств встречи проводятся не виртуально, а реально – за праздничным столом. Дикционная работа интересна и важна. И читаем, и поем. Что такое риторика? Это умение легко и свободно говорить на любую тему. Это раз. Умение отвечать на любые вопросы, даже самые каверзные. Умение общаться как индивидуально с человеком, так и в группе. Курсы риторики и красноречия для мирян открылись в Хабаровской духовной семинарии. Их ведет автор нескольких учебников, лауреат Патриаршей премии Татьяна Петрова. На занятия приходят люди разных профессий. Здесь есть дизайнер, экономист, педагоги. Очень важно уметь работать с дыханием. Мне сейчас, я понимаю, что важны очень все эти зарядочки, поскольку есть риск потерять голос вообще. Потому что нагрузка очень большая. Шипеля, вы сказали, очень развита. И умение держать себя возле доски. Дефект речи. И я пришел, в общем, в принципе, улучшить свою речь. За жадость. Хлоп, хлоп, встали в силе. Хлоп, хлоп, встали в силе. Уроки позволяют развить силу голоса, поставить дыхание, исправить речевые дефекты. А еще справиться с ораторской лихорадкой. Особое внимание музыкальным упражнениям. Они помогают при заикании, картавости. Бороться Татьяна Петрова будет и за чистоту русского языка. Наша речь русская сейчас очень сильно засорена английскими словечками всяко-разными такими. Ну и русскими, типа, на самом деле, на самом деле. На кого не посмотришь, все говорят эту фразу. Я не могу уже ровно дышать, когда слышу. На самом деле я преподаватель техники речи. А как будто бы не на самом деле я неизвестно кто. Занятия проходят раз в неделю. По окончании курсов слушателей ждет экзамен. КОНЕЦ Здравствуйте. В эфире рубрика «Народный вопрос». Сегодня мы постараемся ответить на присланный вами вопрос. Здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. Если в Евангелии есть ответы на все вопросы жизни, тогда, может, стоит уничтожить науки, связанные с космосом, с генетикой, и оставить только чтение и арифметику? Что здесь можно сказать? Правильно. Христос нам дал свое откровение, божественное откровение. И все, что нам нужно для спасения, Он нам открыл, дал Церкви своей. Создав Церковь, в ней и обитает вся полнота истины. Но что же делать нам с теми науками и с теми занятиями, в которых мы пребываем, живя на земле? А для чего нам дана эта земная жизнь? И здесь, в этом ответе, кроется весь секрет. Земная жизнь нужна для познания себя, познания своего состояния, в котором ты пребываешь. И поскольку мы созданы из Духа и материи, из таких двух составляющих, то нельзя оставаться как бы одним пренебрегать, а на другое все время обращать внимание. Мы должны заниматься устроением, правильным устроением своей жизни на земле, чтобы это устроение помогало нам во спасении. Мы изучаем природу, мы изучаем законы, и в этом мы познаем самого Творца этих законов. Ведь не только материю создал Бог, но и законы, которыми движется все. И вот удивительно, вот мы смотрим на растения, которые мы забыли полить уже неделю, и она вдруг засохла. Разные уровни понимания этого процесса могут быть. Для биологов одни. Но для всех ясно, что произошло что-то, что прекратило жизнь этому растению. Вот этот закон создал Бог. Тот же Бог создал закон, схожий с этим, но в духовном мире, когда мы либо не питаемся чем-то, а если питаемся, то каким-то суррогатом, какой-то отравой, который мир в основном нам предлагает, то засыхаем. Но внутри себя это тяжело увидеть. И вот это растение засохшее нам помогает, если мы хотим жить по совести и по-христиански, оно помогает нам в себе увидеть. Вот зима закончится, начнут расцветать, сначала почки раскрываться, зелень начинает появляться, и тогда и сама природа нас укоряет. Вот смотри, я сегодня уже другая, я уже изменилась, я уже процвела. А что у тебя внутри? Ведь мы с тобой по одним законам, по схожим законам живем. Вот я, весна наступает, а у тебя Пасха на носу. Ты-то собираешься расцветать. Вот это простейшие примеры, но видите, что мы берем из всех этих законов? Саму суть закономерности, которые схожи с нами. И тогда на самом деле, разве неплохо, разве как же замечательно вот это знать? Беда другая, если мы и не собираемся умирать, мы не собираемся жить вечно, то есть мы собираемся здесь на земле только жить, и тогда происходит переворот. Ведь есть рука Божия в том, что мы должны изучать мир. Есть в этом опознание мира. Это угодное Богу дело. Но оно становится страшным делом, даже разрушительным делом, когда мы свою жизнь заканчиваем все смертью. То есть, когда мы не верим в вечность, ну и в Бога тем более. И тогда, вот только тогда у людей возникает вопрос, зачем же нам это безумие? И оно превращается в безумие. Поэтому любую науку, гуманитарную, точную, любую, даже любое искусство будем изучать, беря из него, что я могу общее с собой найти. И вот это созвучие, созвучие законов, разве это... Почему природа – это книга жизни? Вот она становится такой, когда мы увидели, что и я тоже не просто так. Я не сочетание каких-то случайностей. Во мне злоба возникает, например, не потому, что вот раз и все что-то там. Дерево падает, когда вот у него там что-то долго точит его, а потом оно падает, загнивает. Или в корнях что-то заросло и произошло. И тогда оно падает. Познай, что и ты тоже так же устроен. Поэтому необходимо нам изучать. Ну и... Это вот один... Одна сторона вопроса. Нахождение общих законов внутреннего духовного мира и внешнего. А другое дело – смирение. Когда мы должны устраивать свою жизнь в соответствии с той немощью, в которую мы этот мир и ввели. Немощь и нашего естества падшего, немощь и всего мира. И вот мы устроять должны свою жизнь, неся эту земную жизнь, крест христианский нести, чтобы, значит, нам полезно и приспосабливаться, и ограждать себя от холода, и изучая погоду, тоже ограждать себя. И со смирением проходить эту земную жизнь, приноравливаясь. Но опять же, все те же самые объяснения можно перевернуть, если у человека... Какая цель? Земная жизнь просто, которая заканчивается раз через семь десятилетий, либо вечность. И вот разумный человек тогда, когда он готовится к вечности. И любая наука, она будет в прославлении Бога. Любое занятие наше будет в прославлении Бога, во славу. И вот мы всякое дыхание дохвалит Господа. И вот тоже стараемся вот в этом направлении и двигаться. Здравствуйте, батюшка. Я хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как нужно относиться к своим снам? И в частности, как нужно понимать то, когда снятся умершие люди? Спасибо. Имеют ли наши родственники, почившие, с нами связь? Как-то могут ли они сообщаться? Вот такой комплекс вопросов. Я думаю, что каждый сталкивался с этим. Приснится сон нашего родственника, почившего. А как мне реагировать на это? Особенно, если навязчивый сон такой. Первое мы скажем так. Вот святые сны от Бога, они у святых, у чистых людей. У нас, грешных, все настолько перепутано, все настолько мутно, что сны являются произведением нашего с вами падшего состояния. Поэтому правда смешана с неправдой. Все это так непонятно. Поэтому святые в один голос говорят, оберегая нас от заблуждения, не верить с нам. Не верить с нам. Но, если есть такой сон, как мы можем в свою пользу использовать его? Приснился нам родственник, помолись о нем. Усугубь свою молитву о нем. В любом случае, божественный промысел и в снах распространяется. Может, Господь тебя подвигает, чтобы ты свою молитву усилил о себе и о нем. Возможно так использовать? И без разницы уже, какая природа этого сна. Главное, в пользу использовать. А то, что откуда он, вспомним, да, святые сны у святых. А я, Господи, грешен, поэтому буду молиться. Касательно взаимосвязи этого мира и загробного, конечно, есть. Мы говорим, и церковь, она одна. Она одна. И человечество, оно одно. Для Бога, значит, для Бога все живы. Но и для нас все живы. Так же должно быть. Потому что человек просто переходит. Вот он сначала в детском саду, потом он на другую ступеньку переходит. Ему надо закончить это и уже войти в жизнь. Вот так у нас. Это, да, колыбель. Вот, да, Константин Эдуардович Толковский говорил, что вот Вселенная это как колыбель человечества. Мы пойдем дальше его размышлений. Согласимся и пойдем дальше, что пора бы время настанет колыбель покинуть. И тогда уже войти в жизнь. Вот наши родственники уже вошли в жизнь. Но и эта связь сохраняется, потому что мы единое целое. Но как мы можем относиться ко всем явлениям связи, да, вот явлений таких, так же, как и к снам. Здесь, Господи, чтобы мне увидеть рай, мне надо быть чистым. И это, да, святые нас так и научают. А вот если я не совсем такой, а все-таки мы, наверное, так себя осознаем, то, наверное, мы с осторожностью примем это. Мы не будем и ругать это, но и принимать, чтобы это тревожило нас. По плодам, наверное, вот так скажем, по плодам их узнаете их. если сон приносит нам смуту, какое-то состояние такой тревоги, то ясное дело, откуда он. Но и здесь мы можем. Пусть лучше плоды снов твоих будет налитва. Это христианская такая жизнь. И тогда уже Господь в виде это, где пошлет, пошлет вот это настоящее успокоение от этого. Скажите, пожалуйста, люди, которые попали в рай после души людей, попавшие в рай после смерти, живут в рай и видят ли они нас и участвуют ли в жизни людей на земле. Очень интересно узнать об этом от вас. Спасибо. По поводу единения неба и земли. Конечно, если мы молимся святым, который пребывает в Царстве Небесного, то верим в нашем единстве и участие их в нашей жизни. О ком-то к своим родственникам мы обращаемся, ну, какой-то разговор ведем же, помимо молитвы о них. Но все равно мы верим, что Господь, вот этот разговор не от скуки нашей, а этот разговор это выражение нашей любви к ним. А наша любовь это есть подавление Христу. Если я со Христом, то как же моя вторая половинка, мой родственник, ближайший, как же он не, состояние его не улучшится от этого, что сам человек, то есть, я стал поближе ко Христу. Поэтому тут закон такой. Сам свою душу устроил по-христиански, тогда тогда и другому почившему будет лучше. То, что мы имеем эту связь и не должны от нее бегать, это да, это мы имеем такое. Поэтому, особенно после смерти нашего ближайшего родственника, мы иногда люди желают поскорее закончить эти видения или что-то, когда ощущают присутствие его. Но ничего удивительного нет в том, что есть присутствие его. в нашей жизни. Мы же единое целое. Поэтому от этого единства мы не отказываемся. Но теперь нам надо, наша задача не искать, не заглядывать в тот мир. Наша задача исполнять то, что на нас возложено. А вот эти усопшие о нас спросят. Знаете, что спросят? А как ты жил-то по-христиански здесь? Я уже перешел там черту, а у тебя была возможность измениться, помочь и себе, и мне. как ты использовал это? Поэтому это заполнит всю нашу душу. И мы уже не будем, нас не так сильно будет терзать вот эти вопросы, а как мне проникнуть в тот мир, и какой характер связи того мира. Поэтому иногда от праздности у нас много вопросов возникает. На этом пока все. Спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok